Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наши утренние программы на канале Россия-1. Сегодня пятница, 13 мая. И вот что мы для вас приготовили. Сегодня мы поговорим об информационной войне, которая идет против России. А также узнаем, каково это быть участником главного парада на Красной площади в Москве. Но сначала, как всегда, прогноз погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-6. В северных и центральных районах местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0-2. В горах 0-5. Днем плюс 17, плюс 22 и местами плюс 7, плюс 12. В Черкесии без существенных осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Днем 19-21 градусов тепла. С начала спецоперации на Украине против нашей страны развезлась настоящая информационная война. Беспрецедентная война. Фейки, направленные на дискредитацию действий нашего руководства и нашей армии, растут с геометрической прогрессией. Кто и зачем это делает? Какова их цель? И что можем мы противопоставить этому морю лжи, которая каждый день выплескивается в информационное пространство нашей страны? Об этом мы поговорим с нашим гостем, сотрудником Центра противодействия экстремизму МВД Покарачево-Черкесии Ириной Пхешковой. Ирина, здравствуйте. Спасибо, что вы согласились прийти к нам на программу. Ира, итак, фейки. Кто и зачем их делает? Мы можем ответить на этот вопрос? Фейки создаются в основном на Западе. Это западные страны, в частности, Соединенные Штаты Америки. И основным, наверное, центром создания и распространения фейковой информации является Польша. Это признается на высоких уровнях, об этом говорят. И достаточно популярная точка зрения о том, что действительно Польша является основным центром создания фейковой информации. Насколько я понимаю, цель этой информации — посеять смуту, панику, создать такие, может быть, протестные настроения против действий нашей армии, против руководства страны. Действительно, да, верно. Действительно, цель — это дестабилизировать обстановку в России, это подорвать авторитет России на международном уровне, это создать, формировать образ России как прототипа зла, скажем так. И первая, наверное, цель, первый шаг к достижению этих целей — это деформировать сознание населения, так или иначе изменить отношение нашего российского населения к своему государству, к своей стране, к органам власти, к вооруженным силам Российской Федерации. То есть посеять именно негативные протестные настроения. Скажите, Ира, а как вот распознать, что это действительно фейковая новость, что это неправда? Потому что смотрите, вот что происходит. Помните вот такой популярный канал «Россия Тудей»? И вот именно на их сайте была опубликована новость, как бы заявление премьер-министра Мишустина о том, что зарплаты не будут платить бюджетникам из-за санкций, которые ввел Евросоюз. Или вот глава Банка России Набиулина, да, и на сайте ТАСС, извините, такое информационное агентство, знаменитое на весь мир, и как бы на этом сайте опубликовали ее заявление о том, что вклады россиян будут заморожены до конца спецоперации. Потом появились, конечно, опровержения, что это все фейки. Но люди прочитали и подумали, что это правда. Может быть, кто-то и не услышал, что на самом деле никто и таких заявлений громких не делал. Ну, а как мы можем вообще распознать, что это вот фейковая новость? Ну, распознать, фейковая или нет, достаточно это непросто, потому что это не удается даже специалистам в этой области порой, да, это дается очень сложно. А обывателю, обычному гражданину достаточно тяжело понять, где фейк, а где правда. Но есть на сегодняшний день механизмы определенные. Это создаются ресурсы информационные, в частности, такой ресурс на «Объясняем.РФ». Так и называется сайт. Как называется? «Объясняем.РФ». «Объясняем.РФ», да? То есть человек, так или иначе, столкнувшийся с информацией, он может зайти на этот сайт, забить там, допустим, в поисковике по ключевым словам и понять, является ли эта информация фейковая или же нет. А так, в принципе, ну, как таковых универсальных способов определения, фейк или нет, их, наверное, нет, это всё зависит от того, насколько у человека развито критическое мышление, насколько он умеет анализировать информацию, насколько он хочет верить в ту или иную информацию. Потому что ни для кого не секрет, если мы хотим, человек так устроен, что если он во что-то верит, если он действительно хочет в это верить, то его очень трудно переубедить. Даже если ему будут предоставляться какие-то факты, аргументы, опровержения и так далее. Поэтому не зря говорят, обманывается тот, кто сам рад обманываться. Здесь нужно понимать, что мы должны выстроить свою точку зрения, сформировать её и не должны сами желать быть обманутыми. То есть это тоже важный психологический такой момент. То, что соответствует внутренним установкам. Потому что вот недавно в телеграм-канале в одном я видела, как рефрижераторы в холодильнике, и там как бы солдат российских, вот их останки показывают, Украина выступает, что русские бросили своих солдат, вот целый вагон, и мы их можем похоронить за свой счёт, если они их не хотят забрать. Вот я, например, не верю этой информации, потому что я знаю, что такой российский солдат, который мы своих не бросаем. Это вот у нас установка, это не просто слова, это действительно установка, которая действует из века в век. Мы своих не бросаем, правильно? Сколько мы знаем случаев во время гражданской, во время Великой Отечественной войны, да любой конфликт вооружённый возьмите, мы, рискуя собственной жизнью, солдаты, мы будем своих с поля поубирать. А тем более бросить солдат, и они показывают же вот как бы почерневшая там нога, форма советского солдата, а я не верю в это. Вот я, например, этому не поверю. А человек, который настроен, ну скажем так, нелояльно по отношению к руководству странных действий нашей армии, они скажут, да, вот это вот, вот это да, вот наши бросили, вот они такие. Вот так происходит, правильно? Человек, который уверен в своей стране, человек, который уверен в том, что политика, проводимая государством, она правильная, человек, который уверен в том, что наши вооружённые силы никогда не будут совершать какие-то бесчестные поступки по отношению к мирному населению в том числе, потому что очень много фейков связано с тем, что обвиняют российские войска в том, что уничтожается мирное население. Вот я абсолютно, например, уверена в том, что наши вооружённые силы, наши ребята, они не способны на такие вещи, да, на такое зло. И в этом переубедить меня, наверное, будет очень сложно. Поэтому важно то, во что мы верим действительно здесь, ну как бы основной критерий желания верить или нет. Ира, скажите, а самые распространённые фейки, какой сфер они касаются? Ну вот как раз самые распространённые фейки, они касаются того, что российские вооружённые силы уничтожают мирное население Украины. Очень много фейков касается количества погибших солдат, да, количество... Кроме того, вот были такие фейки, они встречались достаточно часто, и потом их были развенчаны, скажем так. Касаемо того, вот были взяты кадры с событий 2005 года в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, когда произошло нападение. И вот эти кадры говорилось о том, что якобы это происходит сейчас на Украине. Затем были кадры с событий Беслана 2004 года, где огромное количество погибших, детей и взрослых показывалось, это демонстрировалось, будто это вот сейчас российские солдаты погибли. Почему это делается? Для того, чтобы мы усомнились в силе наших вооружённых сил, для того, чтобы мы в наших глазах подорвать вооружённые силы, Российская Федерация, их авторитет. В общем-то, большинству, скажем так, к сожалению, это удаётся, потому что среди взрослого, особенно населения, встречаются люди, которые очень активно верят этим фейкам, они показывают своё одобрительное отношение. Кроме того, есть те, которые вообще оправдывают гибель наших солдат. Оправдывают гибель наших солдат? Оправдывают, да, оправдывают гибель наших солдат, особенно когда речь идёт, вот, затонул крейсер, да? Москва, да? Да, крейсер Москва затонул, и были люди, которые с иронией говорили о том, сколько людей могло там погибнуть, предполагали, что там большое количество жертв, и, в принципе, рукоплескали такому исходу событий. К сожалению, они у нас есть такие люди, они встречаются, естественно, что это не уходит от нашего внимания. Прямо у нас в Карачаево-Черкесии? Не только у нас в Карачаево-Черкесии, в других регионах. Когда мы подобного рода информацию встречаем, мы направляем в регионы для того, чтобы они как-то отреагировали. Вот я как раз у вас и хотела и расспросить. А что мы, вот мы, люди, вот спецслужбы, что мы можем противопоставить вот этому негативному воздействию на нашу? Вообще, можно как-то нивелировать эти воздействия? Ну, противопоставить, в принципе, государство это сделало уже за нас, тем, что установило уголовную ответственность, административную ответственность. В частности, были внесены статьи в уголовный кодекс, это статья 207, прим. 3, которая предусматривает уголовную ответственность за распространение ложной информации относительно использования вооруженных сил Российской Федерации. И санкции достаточно серьезные, наказание очень, скажем так, серьезное. Это лишение свободы от 3 до 15 лет. То есть это показывает важность того, что показывает реакцию государства на происходящее событие. И, кроме того, есть статья, тоже была введена буквально 4 марта. Это статья, предусматривающая административную ответственность за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. То есть любое негативное упоминание в адрес наших военнослужащих, в адрес военных ведомств, оно так или иначе влечет за собой ответственность административную и предусматривает штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей на физических лиц. То есть мы видим, что государство предпринимает меры. В принципе, они сегодня очень эффективно используются. И у нас в Карачаево-Черкесии были случаи привлечения лица к административной ответственности. Ну, а я бы еще посоветила нашим зрителям, наверное, смотреть программу «Антифейк» на Первом канале, она идет, да? И все-таки руководство здравым смыслом и не забывать, в какой стране мы живем. Живем мы в великой и могучей действительно стране. Россию много раз пытались поставить на колени, сломать. Но ничего у людей не получается, у наших врагов. Потому что, по моему глубокому убеждению, Россию невозможно победить. Да, конечно, согласна. Ну что ж, я благодарю вас, Ирина, за то, что вы пришли к нам на программу, дали очень такие интересные, полезные советы. Удачи вам в вашей нелегкой, непростой работе. Спасибо большое. Недавно в России отмечали самый главный праздник нашей страны – Великий День Победы. Торжественные мероприятия прошли во всех городах и населенных пунктах нашей страны. Прошли они в Карачаево-Черкесии. Но, конечно же, главное мероприятие проходило на Красной площади в Москве. Там состоялся главный парад. И сегодня у нас в гостях участник этого парада. Знакомьтесь. Иван Котляров, который представлял баталпашинский казачий отдел, командир молодежной сотни. Я поздравляю вас, Иван, с таким событием в вашей жизни. Скажите, пожалуйста, а как вы туда попали? Почему выбор пал именно на вас? Здравствуйте, Ольга. Я приветствую вас. Рад тому, что пригласили меня. Спасибо за поздравление. Что могу сказать? Во-первых, меня послали туда по одной простой причине. Я подходил по почти всем параметрам. Я подходил по росту. И плюс еще должность моя такая была. Я командир молодежи, как вы сказали. Плюс еще был тот фактор того, что я вернулся буквально с армии в прошлом году. А где служили? Я служил на Урале, 90-танковой дивизии, город Чебаркуль, Челябинская область. Я был очень рад. И не только меня послали, нас от отдела послали только троих человек. То есть, как бы, это и честь, и пройтись по параду, и мечта буквально сбылась. Я и так хотел в Москву как-нибудь попасть, а тут такой бонус приятный, участие на параде победы. Осмелюсь предположить, что готовились в не один день, потому что парад на Красной площади смотрит, извините, весь мир. Не только наша страна, это большая ответственность. Сколько времени готовились к параду? Ольга, вы правы, то, что не один день. Вот то, что вы видите на параде, буквально вот минуту каждая коробка военных проходит. Видите, диагональ, шеренга, равнение колоний и так далее. Это все дается разное время, от трех до пяти месяцев. Ух ты. И на своем примере скажу, мы, например, тренировались с начала февраля, то есть вот три с половиной месяца. То есть вплоть до 9 мая. А я вот у вас, знаете, еще что хотела спросить. Вот мы, зрители, смотрим парад на Красной площади. Это, конечно, завораживающее зрелище, торжественное, такое красивое, да? Когда идет боевая техника, когда печатают шаг по брусчатке. А что испытывает сам участник парада? Ну, я спрашивал сам у многих своих сослуживцев, кто со мной там был, потому что от казачества поехали вот со всей Кубани, то есть это и Лобинский, и Ейский, и Кавказский, там их можно много перечислять. Многие волновались, потому что волнение было очень сильное, особенно те, кто молодые, первый раз едут. Ага, многие волновались. А вы? Я нет. Я как бы уже привык к другим городам, я уже ездил, и для меня вот волнение небольшое наступило, да, уже прошелся. Когда прошел парад? Да, потому что самая еще одна мечта была увидеть верховного главнокомандующего, он же президент Российской Федерации. Был очень рад, мне этот, скажем так, не разочаровал президент, мне понравилось все. Его речь, как он там правильно говорил, вот его слова, вот если вы слышали же. Ну, конечно. Вот. Душу затронули? Душу затронула, потому что как бы это память такая, это надо помнить всегда. И честь такая пройти по параду. Это не каждому удается, а мне повезло, слава богу. Парад Победы всегда ты смотришь, и вот гордость, да, за свою страну. А впервые вот в этом году я смотрела парад и плакала. Вот у меня слезы просто стекли, потому что я плакала, видимо, не потому, вот ситуация такая со спецоперацией на Украине. И я понимала, что вот главное не то, что вот идут наши войска, вот эта мощная техника, а то, что я увидела, что идут настоящие воины по площади, да. Это не просто вот солдаты, одеты в красивую парадную форму, которая чеканит шаг. А это действительно воины, у которых дух не сломлен. И которые так же, как наши прадеды, как наши деды, будут идти до конца за свою страну, защищать ее. И их ничем не сломишь. Вот у вас было, правильно мое ощущение? Да, ощущение правильное, я вам так скажу. Я сам смотрю парады Победы, вот, с 2010 года. Я просто маленький был, а так его значение я начал вот прям ощущать. Я вам скажу, этот парад прям от всех отличается очень сильно. Потому что, как нам наши командиры говорили, как сам президент сказал, этот парад очень важен по той простой причине, что сейчас идет война на Украине. И мы этим парадом поддерживали тех воинов, которые там сейчас бьются. У них победа своя будет там. Мы сейчас их подбадриваем здесь. А ведь, Иван, находятся люди, которые называют этот парад Победы парадобесием. Говорят, что проводить его не надо. Он ничего не дает, никакого патриотического воспитания. Это просто информационный шум, как бы такое шоу. И тратится много бюджетных денег, и пора прекратить это безобразие. И очень эта тема широко обсуждается в соцсетях уже несколько лет подряд. Что бы вы сказали таким людям, ваше мнение? Я скажу так. Парад Победы очень важен. По той простой причине, что люди должны помнить, кто их спас, их предки. У меня все прадеды воевали, двое погибли. Я ни в коем случае не буду забывать этого. Мой дед сам после войны буквально, он родился в 1949 году. Он отголоски этого времени буквально застал. Он знал это. Он почувствовал это. Он понимал прекрасно. Его отец воевал, то есть получается, как я сказал, мой прадед. И что я могу сказать? Как во многих моментах говорится, реально, в каждой семье, нашей необъятной родины, и вообще вот на данный момент в бывших странах СНГ, очень, вообще все воевали абсолютно. 25 миллионов жертв. И они потом говорят, что это нельзя помнить. Это надо помнить абсолютно. Это патриотизм в первую очередь. Вы должны этот парад видеть, вспоминать реально, какими жертвами это досталось. Это вы должны знать, помнить. Ни в коем случае не забывайте. Кто мы такие, что не помним в своих предках? Мы россияне. Как я уже сказал, мы побеждали, побеждаем и будем побеждать. А почему мы побеждаем? Потому что мы защищаем свою страну от таких же фашистов и всего остального. Я с вами абсолютно согласна, потому что именно в День Победы, особенно вот когда идет парад, да, бессмертный полк, мне кажется, этот день мы все вспоминаем, что мы именно единая Россия, что мы единый народ. Мы забываем про все разногласия, внутренние раздоры. Я абсолютно с вами согласен, и я пока буду жив, я это буду вспоминать и говорить своим детям, потомкам и так далее и тому подобное. То есть это будет передаваться в моей семье, я вам клянусь, из поколения в поколение, как воевали наши предки. Я думаю, что мы выстоим, мы победим. Я согласен. Мы всегда побеждали и будем побеждать. Ну что ж, на этой нотке я прощаюсь с вами, дорогие зрители. Я желаю вам хорошего дня. Увидимся с вами завтра, как всегда, в 8 часов. Всего доброго, до свидания.